В заключительный день Кубка России по фехтованию 2016 прошли командные соревнования в женской и мужской рапире. Несколько лет подряд, за исключением прошлого сезона, победителями Кубка в мужской дисциплине была сборная Московской области. Но в 2016-м ее состав претерпел сильные изменения, и Подмосковье не было главным фаворитом этих соревнований. Сначала они в упорной борьбе победили сборную Башкортостана-2 со счетом 44-43, но затем уступили Санкт-Петербургу один. В бою за бронзу рапиристы из Московской области смогли взять реванш у второй сборной из города на Неве. Нет, конечно, мы рассчитывали на золото, но в полуфинале у нас концовка встречи немного не сложилась, и проиграли Санкт-Петербургу. Но в целом у нас скоро Гран-3 в Турине, и если рассматривать это как один из этапов подготовки, то в целом работой я доволен и оцениваю, как нормально проделанно. Нужно также отметить, что поединок Подмосковья и Санкт-Петербурга-1 проходил по всем законам фехтовальной драмы. Перед последним кругом боев Московская область вела в счете на 14 уколов, но сначала Андрей Матвеев положил начало камбэку, а после Артем Седов вывел петербуржцев вперед. В последнем бою Дмитрий Ригин поддержал начатое и довел встречу до победы. Противник протек. Практически в полном составе противник протек, поэтому мы не выиграли. На самом деле ситуация действительно такая очень неожиданная, потому что проигрывали мы там 14 или сколько-то там уколов перед последним кругом, то есть это практически, ну уже все, в один конец путь. Но как-то вот так вот сложилось, что сначала один бой, 11-5 выиграли, потом Тёма Седов, самый, кстати, возрастной боец, на этом турнире выиграл свой бой с лишним счетом 13-4. Ну и мне в таком случае оставалось только закончить встречу уже нормально, потому что мы уже повели перед последним боем, то есть уже в принципе все было нормально. В решающем поединке за золото команда из Санкт-Петербурга встретилась с первой сборной Башкортостана в составе Тимура Сафина, Романа Куца, Тимура Арсланова и Оскара Хамзина. Уфемцы оказались сильнее 45-30. Таким образом Тимур Сафин стал двукратным обладателем Кубка России этого года. А вот повторить его достижения и не Дереглазовой не удалось. Женская сборная Курдской области смогла дойти до финала, но в нем уступила сборная Москвы-1 в составе Яны Алборовой, Картуковой Ирины, Навалинской Кристины и Светланы Трепапиной. Последней пришлось фехтовать в решающем бою финала против Дереглазовой. Я думала, чтобы мне хватило сил. Я очень устала за эти пару дней. У нас был перед этим целый сбор. Я выходила на последний бой и думала, чтобы мне хватило сил отстоять, нанести пять эколов и не получить больше, чем надо. Третье место у девушек заняла сборная Башкортостана. Кубок России 2016 заканчивается. И Арзамас прощается с большим фехтованием. Но ненадолго, ведь уже в апреле, здесь пройдет один из самых крупных очковых турниров в нашей стране – чемпионат России.